Всем привет дорогие друзья! Представители линейки Honda Fireblade без сомнения являются легендарными спортбайками. Сегодня мы вспомним историю данной серии и взглянем на все модели линейки. Впервые японское огненное лезвие появилось в 92 году. Honda CBR900RR Fireblade получила рядную 893-кубовую четверку жидкостного охлаждения, которая выдавала 124 л.с. и 89 Нм крутящего момента. В снаряженном состоянии спортбайк весит 206 кг. Бак вмещает 18 литров топлива. Разгон от 0 до 100 занимает чуть больше 3 секунд. Максимальная скорость 260 км в час. В 95 году японцы выпускают рестайлинговую версию, которая получает новый внешний вид. Главное отличие это цельная фара, получившая название «Лисии глаза» и серебристый глушитель вместо черного. Подвеска получает дополнительные регулировки. Снаряженная масса снижается до 205 кг. Характеристики двигателя остаются без изменений. Уже через годы в 96-м выходит новая модель. Honda CBR 919 RR Fireblade. Спортбайк получает не только новый внешний вид, который, как следует из названия, имеет теперь 919 кубических сантиметров рабочего объема. Мощность увеличивается до 128 л.с. и 91 Нм крутящего момента. От 0 до 100 CBR 919 RR Fireblade разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость возрастает до 270 км в час. Также мотоцикл получил новую, более жесткую алюминиевую раму и слегка измененные подвески. В 98-м году Honda продолжает работу над снижением веса. 80% деталей двигателя были облегчены. Изменена конструкция камеры сгорания. Установлены новые облегченные поршни, более легкая корзина сцепления. Меняются также передаточные числа коробки, радиатор увеличивается в размерах. А выхлопная система изготавливается из нержавеющей стали. В итоге спортбайк в боевом состоянии стал весить 203 кг. В 2000 году выходит третье поколение. Honda CBR 929RR Fireblade. Главным изменением помимо внешнего вида стал новый двигатель, который наконец получил инжекторную систему питания, а также титановые клапана. Плюс он стал несущим элементом, так как маятник крепится теперь непосредственно к картеру. 929-кубовая четверка стала выдавать 148 л.с. и 102 ньютон-метра крутящего момента. CBR 929RR Fireblade от 0 до 100 разгоняется за 3 секунды. Максимальная скорость 280 км в час. Снаряженная масса снижается до 197 кг. Спортбайк также получает переднюю 43-мм перевернутую вилку, увеличенные до 330 мм тормозные диски, новую выхлопную систему и электронный спидометр. Снаряженная масса снижается до 알려з молодой аминозный диске. В 2002 году появляется Honda CBR 954RR Fireblade. Внешний мотоцикл еще больше заостряется. Новый 954-кубовый двигатель с увеличенными 42-мм дроссельными заслонками стал выдавать 151 л.с. и 105 Нм крутящего момента. Разгон до сотни теперь занимает менее 3 секунд. Максимальная скорость около 290 км в час. Снаряжена масса 195 кг. Бак вмещает по-прежнему 18 л топлива. В 2003 году японцы округляют свою серию, выкатив на рынок абсолютно новую модель Honda CBR 1000RR Fireblade. Внешний спортбайк получил черты гоночного прототипа RC211V. Технически он также сильно изменился. Новая рядная 998-кубовая четверка стала выдавать 174 л.с. и 103 Нм крутящего момента. За питание отвечает инжектор с двумя форсунками на цилиндр. От нуля до сотни новая бритва разгоняется менее 3 секунд. Максимальная скорость около 300 км в час. Снаряженная масса возрастает до 210 кг. Мотоцикл также получил новую раму, подвески, новую тормозную систему с радиальными суппортами и электронный рулевой демпфер. В 2006 году Honda CBR 1000RR Fireblade подвергается небольшому рестайлингу. Слегка меняется внешний вид. Двигатель получает другие каналы ГБЦ, увеличенные впускные клапана, увеличенную степень сжатия, измененные фазы газораспределения плюс новый выхлоп, новая геометрия шасси, а также другие настройки задней подвески и увеличенные с 310 до 320 мм тормозные диски спереди. Снаряженная масса снижается до 206 кг. Снаряженная масса снижается до 206 кг. В 2008 году Honda CBR 1000RR Fireblade полностью меняет внешний облик, который многие критиковали. Спортбайк потерял заостренный стремительный дизайн, присущий бритвам, а выхлопная система из-под хвоста для снижения центра масс и улучшения управляемости переехала вниз на правую сторону. Рама стала еще легче и жестче. Двигатель получает новые облегченные поршни, титановые клапана и увеличенную степень сжатия. Однако мощность остается прежней, это 174 л.с. и 104 Нм крутящего момента. Бак уменьшается до 17,7 литра. Снаряженная масса снижается до 201 кг. Версия с АБС весит 211 кг. В конце 2011 года Honda, поняв свою ошибку, вновь возвращает агрессивный заостренный дизайн и выкатывает новую Honda CBR 1000RR Fireblade 2012 модельного года. Помимо этого появляется новая передняя вилка Big Piston, новые колеса и новое поколение программного обеспечения для комбинированной тормозной системы. Мощность снижается до 173 л.с., а вот крутящий момент наоборот возрастает до 106 Нм. Снаряженная масса 202 кг. Приборная панель становится полностью электронной. Снаряженная масса 202 кг. В 2014 году, помимо базовой версии мотоцикла, Honda выпустила на рынок гоночную модификацию Honda CBR 1000RR SP небольшими изменениями по двигателю, подвесками Оллинс, моноблочными тормозными суппортами Брэмбо и комбинированной АБС в стоке. В 2017 году вышло очередное обновление Honda CBR 1000R Fireblade. Модель получила новый дизайн, цветной KFT-дисплей и новую версию двигателя, который теперь оснащается электронным дросселем и дает возможность выбора режима работы. Мощность возрастает до 192 л.с. и 114 Нм крутящего момента. Бак уменьшается до 16 литров, а общая снаряженная масса снижается до 196 кг. Модификация Speed также обновилась, получив электронные подвески Оллинс, титановый топливный бак, более легкий литий-ионный аккумулятор и квикшифтер в стандартном оснащении. В 2020 году выходит новая модель, в названии которой добавляется еще одна модель. Еще одна буковка R – Honda CBR 1000RRR Fireblade. Помимо обновленного внешнего вида, модель получила и новый 999-кубовый двигатель, который стал выдавать сумасшедшие 215 л.с. и 113 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км в час занимает 2,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. Снаряженная масса – 202 кг. Также спортбайк получил полностью новую раму, обновленные подвески. Испи-версия оснащается электронной подвеской Оллинс 2-го поколения. Передние тормозные диски увеличились с 320 до 330 мм. Испи-версия стала оснащаться новыми суппортами Brembo Style Lima. Ширина задней покрышки увеличилась со 190 до 200 мм. Новая модель также получила и обновленный цветной 5-дюймовый дисплей. Субтитры создавал DimaTorzok Последнюю легкую модернизацию CBR1000RRR Fireblade получила в 2022 году. Немного обновился дизайн за счет оптимизации по аэродинамике. Изменились настройки двигателя для повышения производительности на низких и средних оборотах. Мощность возрастает до 218 лошадиных сил. Именно столько указано на официальном японском сайте. Появился 6-осевой блок измерения инерции для более быстрой и точной работы электронных помощников. Также была предложена юбилейная версия в честь 30-летия модели. Сейчас в Японии за базовую версию просят 2 миллиона 420 тысяч йен. Это по нынешнему курсу 16 тысяч 200 долларов. За версию Испи 2 миллиона 783 тысячи йен. Это примерно 18 тысяч 700 долларов. Субтитры создавал DimaTorzok